Всем привет, друзья! Вы попали на канал P-Bike Ural, с вами, как обычно, свежий. И сегодня мы разберем модель Motoland XT250HS. В прошлый раз мы рассматривали немножко большую модель ST. Если с той моделью все понятно, там пластик, как вкус кварный, таких куча моделей, там и авантисы, и GR, и там всяких-всяких-всяких. То с этой моделью немножко поинтереснее. В этом классе это, так скажем, более бюджетная модель, ценник у нее на сегодняшний день 89-900. Есть куча конкурентов, это K1, BSE-J1, что там еще-то есть? А, GR1, GR2, собственно. И сегодня постараюсь объяснить и рассказать про эту модель, чем она лучше и, возможно, чем хуже. Поехали! Ну, как обычно, начнем с внешнего вида. Пластик здесь устанавливается такой же, как на хускварных 85-ках. Передний крыло, кстати, жестковато. Такой квадратный фонарь. Вернее, фара, которую можно будет поменять на такой вот щиток, кто участвует на соревнованиях. Сидение противоскользящее, вот с такими вот зацепами. Заднее крыло, кстати. Вот заднее крыло мягкое, почему-то переднее жесткое, заднее нормально. По мотору. Мотор здесь устанавливается 165-й FMM, 223 кубика, 16,5 сил. Охлаждение у него воздушное. Система питания, карбюратор, коробка передач 5-ступенчина. Это, в принципе, все стандартно. Единственное, что карбюратор здесь устанавливается НИБИ, ПЕ-28. Но особенностью этого карба то, что обогатитель находится не на самом карбе, то есть, вернее, рычаг, а на рычаге сцепления. Это намного удобнее. То есть при запуске в холодное время можно спокойненько обогатить смесь. И не надо туда лазить, где-то выцарапывать, как на других мотиках. Ну, действительно, это неудобно туда подползать. То есть здесь более-менее так, типа, человечески это все сделано. Что касается воздушного фильтра, здесь все просто. Откручиваются два винта. При снятии надо быть аккуратным, чтобы не порвать воздушный фильтр по рулону. Вот об это крепление. Ставим его в обратной последовательности. Да, процедура, она чуть-чуть сложнее, чем на версии ST, но намного проще, чем на том же, там, ГР-1 и на ГР-2, где приходится снимать полностью подрамник, чтобы пропитать воздушный фильтр. А если вы часто ездите, например, какой-то нормальный эндуро, там, на уровне, там, грязь, болото, то это делать практически надо перед каждой поездкой. Кстати, у нас наконец-таки наступила зима. И для того, чтобы удобно и комфортно было кататься зимой на мотоцикле, надо сделать всего две вещи. Первое, это поменять покрышки на шипованные. Например, у нас в магазине есть МИТОС стоимостью 15 тысяч рублей, это передняя, 21-ая, и задняя, 18-ая, стоит 16-300. И второе, что надо сделать, это немножко утеплиться. Вот такие вот варежечки на руль ставятся, чтобы руки не замерзали. Также вы можете приобрести у нас в магазине мотосалон ЕМОТО базовый 10, город Екатеринбург. Стоят они 1190 рублей. По подвеске спереди устанавливается обычная вилка перевернутого типа, без регулировок. Сзади устанавливается моноамортизатор с прогрессией. Кстати, у него есть регулировка скорости отбоя, также его можно подкачать. И есть регулировка жесткости пружины, поджатия пружины. Что касается тормозов, спереди и сзади устанавливаются двухпоршневые гидравлические тормоза. Я уже много раз говорил, это проще будет покупать колодки. Они практически в каждом магазине есть по колесам. Сзади 18-ое колесо. Шина размер 100 на 90 на 18. Алюминиевый обод спереди 21-ая, также алюминиевый обод. И покажу сейчас сам суппорт. Также он обычный двухпоршневый. По рычагам управления все просто. Устанавливаются самые обычные рычаги сцепления тормоза. Обычная ручка газа. Руль переменного сечения 28-ой. И тут отсутствуют всякие глупости в виде спидометра. Это, в общем-то, все на внедорожном мотоцикле нет. Единственное, что здесь видно, это ключ зажигания, с помощью которого включается, кстати, еще и свет. Ну и также подушка на руле. Место удара для головы. Что касается нижней части. Здесь устанавливаются, в принципе, ну такие зубастые подножки. Я думаю, что они будут хорошо очищаться от грязи. Основание толстое. Я не думаю, что ему что-то будет тут гнуться, ломаться. По крайней мере, как на многих более бюджетных эндуриков. Даже, кстати, есть дороже. Где вот здесь подножка приваривается к этой трубе. И, соответственно, она на излом будет слабее. Здесь же она приваривается уже такой основательной части. То есть это то ли пресс-литье, то ли что. Не знаю. Умничать не буду. Что касается рычага заднего тормоза. Здесь он идет на подшипнике с регулировкой эксцентрика. Ну и, в принципе, проложен он более-менее правильно. Сверху, внутрь рамы, его будет зацепить сложно. Кикстартер здесь присутствует. Можно будет запустить мотоцикл, если аккумулятор сядет. И по поводу лапки переключения передач. Здесь она устанавливается коротенькая и складываемая. И два слова про посадку на мотоцикле. При моем росте метр восемьдесят. Вот так вот вы можете посмотреть, как я соотношусь с этим мотоциклом. Посадка для меня довольно-таки удобная. Стойки мне не приходится тянуться до руля. Думаю, отлично подойдет таким людям, кто пересаживается с пикбайков, например, на мотоцикле. Так, друзья, ну что, давайте его попробуем запустить. Сейчас темнеет рано, заодно и посмотрим, как светит фара. Включаем замок зажигания. То есть, чтобы нам запустить, надо включить обогатитель одной рукой. И крутить стартер, и включать обогатитель не очень удобно. Ну ладно. Он теплый, мы его выкатили так-то из тепла. А, ну вот, он даже без обогатителя нормально завелся. Вот так вот он работает, такой звук. Попробуем показать. Ну, не прогрелся еще, ладно. И включим свет. Так вот у него фара светит. На данном мотоцикле отлично настроен карбюратор под данный мотор. Друзья, если вам был полезен видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.